Яков Сидорович Перельман. Занимательная геометрия. Сколько воды протекает в реке? Так или иначе, вы всегда можете определить скорость, с какой течет вода в реке. Труднее всего часть подготовительной работы, необходимой для вычисления количества протекающей воды, определение площади поперечного разреза воды. Чтобы найти величину этой площади, того, что принято называть живым сечением реки, надо изготовить чертеж этого сечения. Выполняется подобная работа следующим образом. Первый способ. В том месте, где вы измерили ширину реки, вы у самой воды вбиваете на обоих берегах по колышку. Затем садитесь с товарищем в лодку и плывете от одного колышка к другому, стараясь все время держаться в прямой линии соединяющей колышки. Неопытный гребец с такой задачей не справится, особенно в реке с быстрым течением. Ваш товарищ должен быть искусным гребцом. Кроме того, ему должен помогать и третий участник работы, который, стоя на берегу, следит, чтобы лодка не сбивалась с надлежащего направления и в нужных случаях дает гребцу сигналами указания, в какую сторону ему нужно повернуть. В первую переправу через речку вы должны сосчитать лишь сколько ударов веслами она потребовала и отсюда узнать, какое число ударов перемещает лодку на 5 или 10 метров. Тогда вы совершаете второй переезд, вооружившись на этот раз достаточно длинной рейкой с нанесенными на ней делениями. И каждые 5-10 метров, отмеряемые по числу ударов веслами, погружаете рейку отвесно до дна, записывая глубину речки в этом месте. Таким способом можно промерить живое сечение только небольшой речки. Для широкой, многоводной реки необходимы более сложные приемы. Работа эта выполняется специалистами. Любителю приходится избирать себе задачу, отвечающую его скромным измерительным средствам. Второй способ. На узкой, неглубокой речке и лодка не нужна. Между колышками вы натягиваете перпендикулярно к течению бечевку со сделанными на ней через 1 метр пометками или узлами и опуская рейку до дна у каждого узла измеряете глубину русла. Когда все измерения закончены, вы прежде всего наносите на миллиметровую бумагу либо на лист из ученической тетради в клетку чертеж поперечного профиля речки. У вас получается фигура вроде той, какая изображена на рисунке. Площадь этой фигуры определить весьма несложно, так как она расчленяется на ряд трапеций, в которых вам известны оба основания и высота, и на два краевых треугольника, также с известными основаниями высотой. Если масштаб чертежа 1 куста, то результат получаем сразу в квадратных метрах. Теперь вы располагаете уже всеми данными для расчета количества протекающей воды. Очевидно, через живое сечение реки протекает каждую секунду объем воды равный объему призмы, основанием которой служит это сечение, а высотой средняя секундная скорость течения. Если, например, средняя скорость течения в речке 1,5 метра в секунду, а площадь живого сечения, скажем, равна 126 метрам квадратным, то ежесекундно через это течение проносится около 190 кубометров воды или же столько же тонн. Примечание. 1 метр кубической пресной воды весит одну тонну, то есть тысяча килограмм. Конец примечания. Это составляет в час 684 тысячи метров кубических, а в сутки 16 миллионов 396 тысяч метров кубических. Свыше 16 миллионов кубометров, почти в 100 раз больше, чем попадает за то же время ленинградский водопровод, питающий свыше миллиона жителей. А ведь река с живым сечением, например, 3,5 метра квадратных – маленькая речка. Она может иметь, скажем, 3,5 метра ширины и 1 метр глубины. Вброд перейти можно, но и она таит в себе энергию, способную превратиться во всемогущее электричество. Сколько же воды протекает в сутки в такой реке, как Нева, через живое сечение которой ежесекундно проносится 3300 метров кубических. Это средний расход воды в Неве у Ленинграда. Молодым изыскателям и будущим строителям своей ГЭС необходимо еще определить, какой напор воды допускают берега, то есть какую разность уровней воды может создать плотина. Для этого в 5-10 метров от воды на берегах вбивают два кола, как обычно по линии перпендикулярной к течению реки. Двигаясь затем по этой линии ставят маленькие колышки в местах характерных изломов берега. С помощью реек с делениями замеряют возвышение одного колышка над другим и расстояние между ними. По результатам измерений вычерчивают профиль берегов, аналогично построению профиля русла реки. По профилю берегов можно судить о величине допустимого напора. Предположим, что уровень воды может быть поднят плотиной на 2,5 метра. В таком случае вы можете прикинуть возможную мощность вашей будущей гидроэлектростанции. Для этого энергетики рекомендуют 1,4, то есть секундный расход реки, умножить на 2,5 высота уровня воды и на 6. Это коэффициент, который меняется в зависимости от потерь энергии в машинах. Результат получим в киловаттах. 1,4 умножить на 2,5 умножить на 6 – 21 киловатт. Так как уровни в реке, а следовательно и расходы меняются в течение года, то для расчета надо узнать ту же величину расхода, которая характерна для реки большую часть года. Водяное колесо. Задача. Колесо с лопастями устанавливается около дна реки так, что оно может легко вращаться. Какую сторону оно будет вращаться, если течение направлено справа налево? Колесо будет вращаться против движения часовой стрелки. Скорость течения глубже лежащих слоев воды меньше, чем скорость течения слоев выше лежащих. Следовательно, давление на верхние лопасти будет больше, чем на нижние. Редактор субтитров А.Семкин